Сегодня в Муравленко вновь заработал инфекционный госпиталь по лечению пациентов с коронавирусом лёгкой и средней степени тяжести. Пациентов с тяжёлым течением заболеваниям по-прежнему будут отправлять на лечение в Ноябрьск. Поступление пациентов будет производиться через этот вход, то есть это будет приёмное отделение. После этого мы переоборудовали новые гардеробные в госпитале, так как был гардеробный для детей, здесь гардеробная для уже взрослых, она более большая и больше место сделали. Число новых случаев заражения растёт по всему Ямалу. Сегодня на лечении находится более 800 человек, из них 74 в тяжёлом состоянии, более 20 пациентов на аппаратах ИВЛ. На базе муниципальных больниц разворачивают дополнительные койки. В Муравленко принято решение возобновить работу ковид-госпиталя на базе родильного и педиатрического отделений. Ковид-госпиталь готов к приёму пациентов. В нём будут находиться пациенты с лёгкой и средней степенью тяжести. Тяжёлые больные будут направлены в город Ноябрьск для дальнейшего лечения. Как будет приём проходить? Приём будет проходить вот в этом помещении. То есть здесь сразу оснащён он кислородом на всякий случай. Если кто-то будет, пока ехали в госпиталь, одышка появится или что-то здесь и сразу оснащено, то здесь будет место врача. Здесь будут проводиться все исследования. Самое это взвешивание, измерение температуры, давления, пульса, сатурации. И после этого уже больной будет направлен в палату. В госпитале смогут принять до 30 человек с коронавирусной инфекцией лёгкой и средней степени тяжести. Каждая палата оснащена всем необходимым. Здесь есть бактерицидные рециркуляторы для очищения воздуха от вирусов и практически каждой койке подведена система кислородной поддержки. Есть и палата, оборудованная современным аппаратом ИВЛ для тяжёлых больных, которые не держат сатурацию на кислородной поддержке. У нас 18 точек подачи общей кислородной поддержки. Также есть 20 концентраторов, в которых каждый концентратор рассчитан на двух человек. То есть, в принципе, можем обеспечить 40 человек кислородом. И две высокопоточные увлажняющие системы. Медики красной зоны внимательно следят за состоянием каждого пациента, подбирают оптимальную терапию и готовы оперативно реагировать в случае ухудшения состояния больного. Весь персонал прошёл обучение по специальной программе. Весь медицинский персонал, врачебный и сестринский персонал прошёл обучение и имеют сертификаты по работе с новой коронавирусной инфекцией. Сегодня ковид-госпиталь принял первых пять пациентов. Врачи отмечают, что новые штаммы вируса заразнее, поэтому рекомендуют жителям не откладывать вакцинацию и соблюдать профилактические меры. Дарья Тюменцева, Виталий Сетняев, Новости, Муравленко.